Дорогие друзья, прежде всего позвольте поздравить с Днём Космонавтики. Ровно полвека назад Юрий Гагарин открыл новую эру в истории человечества, эру освоения космического пространства. Ну, это действительно уже большой срок, 50 лет. Значительная часть даже жителей нашей страны родилась после полёта Юрия Алексеевича Гагарина. Но это не значит, что это событие осталось где-то далеко. Очевидно, что это тогда был такой мощнейший триумф нашей страны. Мощнейший триумф. И он до сих пор так же ощущается огромным количеством людей и в нашей стране, и за границей. И до сих пор наши граждане гордятся всеми, кто причастен к космосу. И космонавтами, и теми, кто создаёт космическую технику. И вообще всеми, кто способствует этому процессу. И сегодняшний день, сегодняшний праздник, он по сути является общенациональным. Да, наверное, даже не общенациональным, а всемирным. Я только что разговаривал с МКС. Всем привет от наших товарищей, которые находятся сейчас на орбите. И российских граждан, и граждан других стран. И, конечно, такие же эмоции сегодня не только у них, а у огромного числа людей, которые думают о космосе, мечтают о космосе. Тех людей, которые любят свою страну и хотят ей процветания. Величайшее значение полёта Юрия Гагарина в космос было ещё и в том, что это было абсолютно объединяющее событие. Может быть, как никакое другое в истории человечества, потому что человечество обычно находит в себе мужество объединять усилия только по тяжким поводам войны, их окончания, соответственно, раздел зон влияния. А вот это событие даже в очень сложный период, а тогда действительно был сложный период, было противостояние двух систем, оно было даже тогда объединяющим. И понятно, что первый космонавт, который родился на нашей Земле, стал не только нашим национальным героем, но и человеком, которого узнал и полюбил весь мир. Я сердечно приветствую супругу Юрия Гагарина Валентину Ивановну, его дочерей Елену Юрьевну и Галину Юрьевну. Действительно, многие из нас, и я в том числе, уже рождены в космическую эпоху. И хотя в настоящий момент исследования стали даже чем-то, может быть, обыденным, космонавтика, тем не менее, продолжает оставаться одной из самых перспективных и интересных сфер деятельности. И сейчас интерес к космосу стал уже не просто таким идиллическим, он стал вполне практическим. И очевидно, что, как ни одна другая отрасль, космонавтика связана с будущим, с нашими амбициозными целями, с нашими планами. Сейчас растет спрос и на космические технологии, и на развитие глобальных систем связи. Может быть, даже тогда, когда начиналось освоение космоса, люди не понимали всех тех возможностей, которые создает космос. Были какие-то, может быть, такие представления легкие о том, что будет происходить. Но жизнь все расставила по своим местам. Не случайно сегодня космос действительно является приоритетом нашего экономического развития. Космические технологии попали в так называемые пять президентских приоритетов. Я считаю, что это абсолютно заслуженно, и в силу того места, которое космос занимает в нашей жизни, наших достижений в космосе, я имею в виду достижений нашей страны, и в смысле тех потенциальных возможностей, которые создает космос для нынешних и будущих поколений. Среди тех, кто сегодня занимается исследованиями космоса, много молодежи. Это не только те, кто сегодня летает в космос. Я периодически встречаюсь с большим количеством людей, которые так или иначе связаны с космосом. Вот, кстати, в этом зале два месяца назад в День науки я вручал премии молодым ученым, включая работы, которые связаны с дальним космосом. И это было, честно сказать, очень приятно, потому что это совсем молодые люди и очень такие грамотные, очень продвинутые. Я надеюсь, что их исследования будут определять лицо космической отрасли в ближайшие 20-30 лет. Кстати, мною было поручено разрабатывать и специальную программу по дальнему космосу, потому что без таких амбициозных планов у нашей космической отрасли не будет будущего. Сегодня вместе с нами те, кто являются легендой наших космических исследований, члены первого отряда космонавтов, которые вместе с Юрием Алексеевичем Гагарином открывали космос. Это Валерий Фёдорович Быковский, Валентина Владимировна Терешкова, Алексей Архипч-Леонов, Борис Валентинович Волынов, Виктор Васильевич Горбатко, Владимир Александрович Шаталов. Здесь находятся и ветераны нашей ракетно-космической промышленности, Леонид Иванович Гусев и Борис Владимирович Бальмонт. Они принадлежат к тому поколению конструкторов, которые, собственно, всё и начинали, и вместе с Сергеем Павловичем Королёвым создавали первые пилотируемые корабли. Сегодня я, естественно, выполню обязанность, такую очень приятную, связанную с теми, кто сегодня покоряет космос, и вручу золотые звёзды героя космонавтам-испытателям Михаилу Борисовичу Корниенко, Александру Александровичу Скворцову и Олегу Ивановичу Скрипочке. Они долго находились на орбите, провели много экспериментов. Даже помогали бороться с пожарами, которые бушевали в нашей стране прошлым летом. Орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени удостоен целый ряд других наших товарищей. Это космонавты-испытатели Александр Юрьевич Калерий и Олег Валерьевич Котов. Они выполняли исследовательские программы, принципиально важные для развития науки и техники в нашей стране. Я уже сказал о том, что с самого начала, несмотря на соревнования, конечно, которое было тогда, да и сейчас остаётся, это нормально. Мир развивается ввиду конкуренции. Тем не менее, космическая сфера оказалась самой солидарной, самой в этом смысле обречённой, что называется, на тесное сотрудничество международное. И сегодня только в работе МКС участвует 15 государств. Мною были подписаны документы и создана специальная медаль за заслуги в освоении космоса. Я хотел бы вручить её нашим друзьям из Соединённых Штатов, Японии, Словакии, Германии, Франции, Бельгии, Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии. И вообще, своими указами я наградил этой медалью всех космонавтов иностранных государств, которые участвовали с нами в космических полётов, ну и, конечно, наших космонавтов, космонавтов нашей страны, которые сегодня на этой церемонии не присутствуют, но, надеюсь, будут присутствовать или на концерте и получат эту медаль в другом месте. Я хотел бы поприветствовать всех, кто сегодня представляет многотысячные коллективы предприятий, учреждений нашей страны, которые связаны с космосом, потому что это праздник не только тех, кто, ну, что называется, на переднем плане, кто обычно становится субъектом различного рода репортажей, рассказов, но и тех, кто, может быть, чей труд менее заметен. Таких людей очень много, и, конечно, они сегодня тоже будут именинниками, будут отмечать наш, по сути, национальный праздник, День космонавтики и юбилей полёта Юрия Гагарина в космос. Я хотел бы, уважаемые друзья, пожелать всем успехов и, конечно, хорошего настроения сегодня и здоровья. И предлагаю перейти к церемонии. Дорогие друзья, я хотел бы ещё несколько слов сказать. Конечно, в истории человечества было и много побед, и много разочарований. 12 апреля 1961 года, безусловно, будет вписано золотыми буквами в историю побед человечества, в историю гения человечества. При этом никто из нас не застрахован ни от сложностей, ни от потери, поражений, ни от пессимизма. Я вспоминаю сейчас, скажем, события 20-летней давности и те сложности, скажем, с которыми сталкивалась и наша космическая отрасль. И очень много было разных разговоров о том, вообще по какому пути идти новому российскому государству, как развивать науку, что является приоритетом, относится ли к числу таковых космос, космические исследования, полёты человека в космос. Ну, последующая история, история современной России всё расставила по своим местам. Сегодня мы понимаем, что без космоса у нас нет будущего. И даже несмотря на то, что наши представления о космосе, может быть, стали действительно более такими прагматичными, это не означает, что мы поменяли идеологию. И действительно не случайно число приоритетов развития нашей страны попало в космическое отрасль. Я абсолютно уверен, что так будут поступать и в будущем руководители нашего государства. Я не буду говорить за руководителей других стран, потому что это их ответственность, но я уверен, что у них приблизительно такое же отношение к этому. Но в отношении России, в отношении российских руководителей я абсолютно спокоен. Я уверен, что космос будет в числе высших государственных приоритетов, именно потому что мы создали прекрасный задел 50 лет назад и даже чуть раньше, именно потому что у нас огромное количество побед, и именно потому что с космосом связано будущее, развитие человеческой цивилизации. Вот здесь хорошо и очень эмоционально Алексей Архивович Леонов выступал и сказал, что вот как здорово, думали ли мы 50 лет назад, что соберемся в этом зале. Но я не знаю, как вы, я точно не думал, что я смогу с вами встретиться 50 лет назад, хотя, откровенно говоря, когда мне было 15 лет, я считал, что я скорее в космос полечу, нежели буду руководить таким государством, как Российская Федерация. Но вот с космосом не получилось. Надеюсь, что мы сможем с вами внести свою лепту в развитие нашей космической отрасли. Нам действительно есть чем гордиться. Нам есть что предъявить потомкам. Но это не означает, что мы уже все сделали. Мы находимся только в самом начале пути. И кто, как не вы, об этом отлично знаете. Потому что 50 лет для человеческой жизни – это серьезный срок. Это период зрелости. 50 лет для человеческой истории – это ничего. И в этом смысле мы находимся только в самом начале пути. Это юность космонавтики. Даже, может быть, детство. И тем не менее, все равно мне очень приятно, что сегодня, 12 апреля, мы с вами чествуем полет первого космонавта из нашей страны, Юрия Алексеевича Гагарина. Субтитры создавал DimaTorzok